Эти принципы, они носят философский характер довольно универсальный. Как я говорил, первый принцип – это люди, отношение к сторонам как к иррациональным существам, у которых есть свои интересы. Второй принцип гласит, что не нужно строить отношения на позициях, на основе позиционного торга, что часто происходит в суде. То, что заявлено предметы основания иска – это есть позиция, очень часто. Позиционный торг – это проблема, а интересы сторон – это возможности, возможности для того, чтобы найти приемлемый вариант решения. Причем не только решение, которое будет заключаться в компромиссии, когда мы частично уступаем своим интересам, а когда реализуются в полной мере интересы обеих сторон сделки. Парадокс или вам в это кажется, что это просто нереально, Светлана Леонидовна? А как я расслаблюсь? Я имею в виду, можно, основываясь на интересах сторон, на подлинных интересах, постараться отыскать вариант, устраивая еще и ту, и другую сторону в полной мере. Не только лишь частично. В полной мере? В полной мере, вот именно. Вот частично – да, а в полной мере, мне кажется, нет, ну в мере ничего не бывает, как бы, в смысле, бывают исключения из правил. Но это, если в полной мере обе стороны достигают желаемого результата, это, скорее всего, исключения, как мне кажется, из правила будет. Потому что, ну, частично – да, а вот в полной мере – ну, я не знаю, кто-то все равно какие-то позиции теряет. А мы с вами будем рассматривать разные примеры в ходе нашего занятия. Поэтому несколько из таких примеров показывают, когда результат достигается в полной мере. Но в случае позиционного торга обычно заводит диалог в тупик. Вы согласны со мной? Я имею в виду остросостязательный судебный процесс. Берем, например, судебный спор. У нас на практике Евгений Викторович как раз не так давно проходил семейный спор, связанный с требованием соседа разрушить гараж другого соседа. Со ссылками, что он как собственник имеет право, чтобы ему хорошо светило солнце на его земельном участке и так далее. Решение сюда было вынесено три года назад. За это время изменилось все. Фактически оно было добровольно исполнено. Сосед продал свой земельный участок. Появился новый сосед, у которого нет претензии. Но исполнительное производство, автоматически запущенное, работает как машина. И новый сосед при этом говорит, да я не возражаю в принципе. Мне кажется, что у нас отношения добрососедские. Однако он не знает, как технически прекратить вот эту однажды запущенную машину. Как вы думаете, это позиция или это интересы сторон? Это, разумеется, позиции, да. Они противоречивают интересам сторон. Иногда позиционный торг противоречивает интересам как той, так и другой стороны спора. Ну вот и замечательно. Мы с вами чувствуем, что гарвардский метод это не так сложно, если понимать его основы. Давайте я попробую снова презентацию вам развернуть на экране. По поводу уступать или не уступать силе в переговорах. Гарвардский метод рекомендует уступать доводам, а не давлению. Если на вас оказывает психологическое давление, то иногда это подтверждает в том, что вы правильно действуете, особенно в условиях российской действительности. Нужно руководствоваться объективным критерием. Объективными критериями, которые позволяют вместо состязания воли обратиться к чему-то, что находится вне контроля сторон. Например, рыночная цена, хороший объективный критерий, независимое заключение оценщика. И необходимо также анализировать разные варианты до того, как сделан выбор, до того, как сделан окончательный выбор. И здесь вот на следующем слайде вы видите, что метод принципиальных переговоров, он здесь раскрыт более широко, когда участники решают проблему вместе. Когда в качестве цели они ставят взаимовыгодный результат. Опять же, в этом случае отделяются люди от проблемы. Отношения между людьми это одно. Давайте относиться мягко.